Режиссер-документалист Валерий Тимощенко известен многим в нашем районе, как признанный мастер фильмов, которые подкупают своими искренностью и патриотизмом. Он всегда стремится быть там, где проходят главные события времени, старается быть в гуще народной жизни. И зрители это знают и ценят. О Валерии Тимощенко, члене правления Союза кинематографистов России, председателе правления Краснодарского отделения Союза кинематографистов, лауреате множества кинопремий, можно говорить очень много. Он своим творчеством заслужил право быть в числе лучших документалистов. Мастер видит свою задачу, чтобы показывать не точку зрения, а человеческую судьбу. Именно об этом в высоком человеческом измерении документального кино и рассказывал режиссер-документалист на рабочем совещании с главой Славянского района Романом Синеговским и депутатом законодательного собрания Кубани Виктором Чернявским. Сто лет нашей страны просто как в капле воды она будет отражена, допустим, в славянском пространстве. И я думаю даже, что это может быть показано и на федеральном канале. Если это разговор, будет размышление вообще о нас, о стране. Глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул, что история нашей малой родины, которая сберегается в кадрах документального кино, очень важна для воспитания патриотизма. Те фильмы, которые у нас есть, мы же их из года в год смотрим, но это новые все вещи, которые видим в первый раз. И мне кажется, очень даже будет интересно. И в Садгиганте есть музей, и история, есть, наверное, какие-то свои фильмы добавить. И тот же элеватор, он до сих пор у нас стоит, КХП предприятие, которое, значит, тоже будет интересно. Ну и нам самим интересно. Представители музеев, библиотек, домов культуры, преподаватели филиала Кубанского университета, молодежные активисты увидели кадры кинохроники, снятые в нашем районе многие десятилетия назад. И которые могут стать отправной точкой для создания нового проекта. Валерия Тимощенко, Славянс на Кубани, семейные истории. Люди до нас свершили историю района. Люди созидали, создавали. Мы должны о них помнить. Их дети должны об этом знать. Дети наших детей должны знать. И очень важно, если мы, помогая создавать этот фильм, еще соприкоснемся лишний раз, окунемся в атмосферу жизни тех прожитых лет нашими отцами, дедами, которые мечтали о том, чтобы у нас было счастливое будущее. А мы должны таковое создать для своих детей. Оно без труда, без уважения к прошлому, без уважения к традициям не придет. В кинотеатре «Кубань» Валерий Тимощенко представил зрителям, учащимся и студентам, фильм молодых кубанских документалистов «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии», в котором рассказывается о нелегком пути в большую науку молодых российских ученых. Фильм подкупает правдивостью и выразительной силой и удостоен многих наград. Кинопоказ закончился обсуждением фильма. Тема очень интересная и интересно смотреть на таких людей воодушевленных, которые живут своей идеей и обеспокоены той же самой экологией. То есть мне понравилась та тема, которую они развивают. Это борьба с разливом нефти. Я думаю, у них в дальнейшем все сложится. Это фильм о счастье поиска. Любой человек может стать первооткрывателем и испытать эту радость открытий и вписать свое имя в историю. Поэтому я думаю, что наши зрители, особенно юные зрители, они все-таки впитали частичку этого энтузиазма, который излучал наш главный герой. И я так думаю, что сегодняшняя встреча не пройдет бесследно. Валерий Тимощенко убежден, что настоящий профессионализм документалиста очень нужен людям в наше непростое время, когда они открыты всем информационным ветрам. И я совершенно искренне говорю зрителям, соотечественникам Славянского района о том, что действительно необходимо осмысление этого пространства. Если оно не будет выраженным нами, вами и мной тоже, опытным документалистам, то это очень опасная ситуация. Мастер документального кино не успокаивается на достигнутом. У него немало новых творческих планов, которые будут воплощены в реальность. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».